Вы когда-нибудь задумывались, как делают латексные перчатки? Этот процесс не только высокотехнологичный, но и удивительно зрелищный. Давайте разберемся, как из жидкого латекса получается идеальная защитная оболочка для наших рук. Все начинается с формы. Это специальные керамические или металлические болванки в форме руки. Их опускают в горячую воду и тщательно очищают. Никакой пыли, иначе латекс ляжет неровно. Теперь ключевой этап. Формы погружают в жидкий латекс, натуральный или синтетический. Этот молочно-белый или, как в этом случае, голубой состав. Он мгновенно обволакивает поверхность болванки. Толщина перчатки зависит от того, сколько раз форму погрузят в латекс. Дальше процесс вулканизации. Заготовки проходят путь через печь, где латекс запекается, становясь эластичным и прочным. Чтобы перчатки легко снимались, используют тальк или полимерный слой, чтобы они не слипались. А дальше результат. Люди или специальные механизмы снимают перчатки с формы в один быстрый рывок. Получается готовое изделие, почти как в фокусе. Безусловно, любой продукт должен проходить контроль качества. Как правило, он проводится путем надувания или наполнением водой. Все это необходимо, чтобы убедиться в абсолютной целостности изделия. После всех процедур перчатки отправляются на упаковку. Вот так всего за несколько минут рождаются латексные перчатки, незаменимые помощники врачей, ученых и мастеров по всему миру. 3D-печать сейчас – это не просто выдавливание пластика через сопло. Одна из самых передовых технологий, применяемых на производствах 3D-спекания. Этот метод позволяет создавать прочные, сложные и детализированные изделия, которые невозможно получить другими способами. Чтобы вы понимали, как выглядит печь для 3D-спекания, я покажу вам главный инструмент. Перед нами камера печати. Закрытое пространство, где все и происходит. Внутри две платформы. Одна для готовой детали, другая для подачи нового порошка. С чего все начинается? С тонкого слоя порошка. В качестве основы может применяться что угодно, чему можно придать форму – металл, керамика или пластик. Сперва принтер аккуратно распределяет его по рабочей платформе, как будто рассыпает муку перед выпечкой. После этого вступает в дело лазер высокой мощности. Он движется по поверхности, точно следуя цифровому чертежу, и нагревает частицы порошка до температуры плавления. Под воздействием тепла они спекаются между собой, формируя твердую основу будущей детали. После этого платформа с деталью слегка опускается, а система подачи снова наносит свежий слой порошка. Процесс повторяется сотни, а иногда и тысячи раз, пока не будет напечатана вся деталь. Важно, что лишний порошок не пропадает, он остается в камере и поддерживает заготовку, предотвращая ее деформацию. После завершения печати деталь извлекают, удаляют остатки порошка и отправляют на финальную обработку. Где используют такие станки? В самых технологичных производствах, в авиации и космосе, например. Детали, произведенные на таких принтерах, имеют сложнейшие формы, что очень трудно повторить руками. Помимо этого, 3D-оспекание применяется в медицине и автопроме. Преимуществ у технологии целый вагон. Их можно описать тремя словами. Скорость сложной детали можно сделать за часы, а не недели. Экономия меньше отходов, меньше затрат. Гибкость можно создавать уникальные формы, которые невозможно получить традиционными методами. 3D-печать больше, чем технология. Это революция промышленного производства, которая изменила привычные подходы к созданию вещей. Кто знает, может в будущем мы будем печатать еду или даже целые города. Работа стеклодува – это что-то на грани ремесла и магии. Представьте, раскаленное стекло, похожее на расплавленный мед, медленно превращается в вазу, бокал или даже изящную скульптуру. Как мастера добиваются таких сложных форм? Сейчас расскажу. Все начинается с печи, где стекло разогревают до температуры свыше 2000 градусов. В этом состоянии оно становится тягучим и податливым. Стеклодув набирает на металлическую трубку небольшое количество расплавленного стекла. Это называется капля. А после этого начинается волшебная часть работы стеклодува. Мастер медленно вращает трубку, чтобы расплав оставался ровным, и одновременно дует внутрь, наполняя стекло воздухом. Постепенно оно расширяется, приобретая нужную форму. Но что, если создать полость недостаточно? Например, нужно создать тонкие изгибы или сложные узоры. Для этого у стеклодувов есть множество инструментов. Список самых востребованных инструментов составляют деревянные формы, металлические щипцы и гравировочные колеса. Если мастер хочет создать, например, цветок из стекла, он может добавить окрашенные фрагменты, вытягивать лепестки щипцами и даже накладывать несколько слоев стекла, чтобы добиться глубины цвета. Когда форма готова, изделие помещают в специальную печь. Отжиг. Там стекло медленно остывает, избегая резких перепадов температуры. И каков результат? Невероятные изделия. От бокалов и люстр до художественных скульптур. Каждая из них уникальная, ведь при ручной работе нельзя повторить одно и то же изделие. Пожалуй, именно в уникальности и состоит главная ценность искусства стеклодувов. Машинами их не заменишь. По крайней мере, пока. Современные технологии настолько далеко шагнули вперед, что даже такое древнее ремесло, как резьба по дереву, очень сильно изменилось. Теперь мастера нередко опираются не только на ручной труд, но и на высокоточную автоматику. Очень популярно использование станков с числовым программным управлением. Такие рабочие приспособления называют ЧПУ-станками. Использование этих машин начинается с разработки цифрового проекта. Дизайнер или инженер разрабатывает макет, задавая все параметры – глубину резьбы, форму линии, угол наклона и даже скорость обработки. Позже этот макет загружается в систему станка. Как только данные загружены, наступает этап подготовки материала. На рабочей платформе закрепляется заготовка. Обычно это массив дерева или фанера. После закрепления материала запускается сам процесс резьбы. Основным инструментом является резец, который вращается с огромной скоростью, срезая слой за слоем. В зависимости от задачи резец может быть разный – тонкий и острый, если требуется создать детализированный узор, или широкий и массивный, если нужно обработать большие участки поверхности или сформировать глубокие вырезы. Рабочая головка станка движется плавно и точно, следуя заранее заданному маршруту, опускаясь на нужную глубину, проходя вдоль контура рисунка и создавая все более сложные формы. Процесс напоминает работу скульптора, который слой за слоем убирает все лишнее, пока из дерева не начнет проявляться задуманное изображение. Когда основной этап обработки завершен, наступает финальная стадия. Заготовка очищается от стружки и опилок, иногда дополнительно шлифуется для большей гладкости. После этого дерево может быть покрыто маслом или лаком. Завершающий этап позволяет придать изделию законченный вид и защитить его от пагубного воздействия. Использование ЧПУ станков открывает огромные возможности для дизайнеров, мастеров и предпринимателей, позволяя воплощать в жизнь самые смелые идеи с максимальной точностью и эффективностью. Надеюсь, что вы оценили красоту, которую может создать такой инструмент под чутким присмотром человека. Цепь кажется простой и даже обыденной вещью. Всего лишь набор металлических звеньев, соединенных друг с другом. Но ее производство – это настоящий гипнотический процесс, где каждый этап отточен до совершенства. Все начинается с огромных катушек металлической проволоки. Ее подают в автоматический станок, где мощные валы разматывают ее с точным натяжением. Затем проволока проходит через систему роликов, которые выравнивают ее и придают нужную форму. После этого острые режущие ножи отсекают одинаковые куски, и тут же мощные прессы сгибают их, формируя первое незамкнутое звено. Но самое интересное начинается дальше. Каждое новое звено должно соединиться с предыдущим. Для этого концы еще незамкнутого кольца плотно прижимаются друг к другу, а затем через них пропускается мощный электрический разряд. В этот момент металл мгновенно разогревается до яркого свечения и буквально сплавляется в единое целое. Этот процесс называется точечной сваркой. Всего секунду, и стык превращается в монолит, который по прочности не уступает цельному куску металла. Процесс повторяется снова и снова, звено за звеном. И вот перед нами уже целая цепь. Но просто соединить звенья недостаточно. Металл после сварки еще мягкий, и если его не укрепить, цепь может легко разогнуться под нагрузкой. Поэтому следующим этапом идет термообработка. Цепь загружают в специальную печь, где ее разогревают до нескольких сотен градусов. Под воздействием высокой температуры внутренняя структура металла изменяется, а затем, чтобы закрепить этот эффект, цепь резко охлаждают в масле или воде. Этот процесс делает металл тверже, прочнее и устойчивее к износу. Дальше финальный этап. Готовую цепь проверяют на прочность. Специальные машины растягивают ее с огромной силой, имитируя реальные нагрузки. Если хоть одно звено не выдерживает, вся партия отправляется на доработку. Те же цепи, что прошли испытания, можно дополнительно покрыть слоем цинка или краски, чтобы защитить металл от коррозии. После этого остается только нарезать их на нужные куски, смотать в бухты или разложить по упаковкам. Так и рождается цепь. Обычная, на первый взгляд, вещь, но созданная с ювелирной точностью и готовая выдержать любую нагрузку. Представьте себе огромную металлическую деталь. Тяжелую, массивную, созданную для работы под невероятными нагрузками. Это может быть вал для промышленного станка, зубчатое колесо для гигантского редуктора или деталь для мощного двигателя. Но просто отлить ее из металла недостаточно. Металл хоть и кажется прочным, но без правильной закалки остается хрупким и слабым. Если внутри детали останется напряжение или структура будет неоднородной, это приведет к появлению микротрещин. А одна микротрещина – это начало большой катастрофы. Она будет расти, распространяться и в какой-то момент деталь просто развалится. Чтобы этого не произошло, ее отправляют в шахтную закалочную печь. Шахтная печь – это настоящий ад для металла. Представьте цилиндрическую камеру, глубокой шахтой, уходящую вниз. Внутри невыносимый жар, температура может превышать 1600 градусов. Деталь опускают в эту печь и она начинает нагреваться. Процесс идет медленно и равномерно, чтобы внутренняя структура металла перестроилась, избавилась от остаточного напряжения и подготовилась к следующему этапу. Деталь накалилась, теперь ее нужно резко охладить. И здесь начинается самое зрелищное. Раскаленную на заготовку вынимают из печи и погружают в огромную масляную ванну. В этот момент масло начинает бурлить и кипеть, густой пар и огонь окутывает деталь, а вокруг слышно характерное потрескивание. Это называется закалкой. Из-за резкого охлаждения структура металла мгновенно изменяется. Он становится твердым, но при этом остается слишком хрупким для высоких нагрузок. Если оставить все как есть, деталь может треснуть даже от небольшого удара. Чтобы устранить этот недостаток, проводится последний этап – отпуск. Закаленную деталь снова нагревают, но уже не так сильно, примерно до 500 градусов. Это позволяет сделать металл упругим, способным выдерживать удары, изгибы и другие виды нагрузок. И вот теперь, после всех этих испытаний огнем и маслом, деталь готова. Колеса автомобиля довольно простая на первый взгляд конструкция. Но все гораздо сложнее, ведь оно изначально подготовлено к ударам и большим нагрузкам. Сейчас я хочу рассказать вам о тонкостях процесса производства дисков, составляющих неотъемную основу колеса. Производство начинается с разрезания металла на большие круглые пластины – будущие половинки диска. Но просто взять лист металла и согнуть его недостаточно. Чтобы он приобрел нужную форму и стал максимально прочным, применяется метод холодной штамповки. Представьте мощный пресс с гигантским запасом мощи. Заготовку укладывают под него, и одним ударом пресс придает ей нужный изгиб. Этот процесс повторяется несколько раз. Постепенно из плоского листа получается объемная чашеобразная форма – будущее основа диска. В другом прессе точно так же штампуется центральная часть. Та самая, где потом будут крепежные отверстия для болтов. После всех этих манипуляций обе половинки нужно соединить. Их укладывают в специальную оснастку и сваривают по окружности, создавая прочный монолитный шов. В этот момент из двух деталей рождается полноценный диск. Чтобы шов был абсолютно надежным, его дополнительно проверяют на герметичность. Если допустить даже самую незначительную на первый взгляд ошибку, то части диска могут развалиться в самый неподходящий момент. Следующий этап – прокатка. Специальный станок вращает диск, а ролики под давлением доводят его форму до идеала. Это нужно, чтобы колесо было абсолютно ровным и не имело даже малейших отклонений. Ведь если диск сделан криво, при езде машину начнет трясти. После диск отправляют на финальную обработку. Его грунтуют, покрывают антикоррозийным слоем и окрашивают, чтобы он служил как можно дольше. И вот перед нами готовое колесо. Прочное, выверенное до миллиметра и готовое к установке на автомобиль. Кирпич – это основа любого строительства. Прочный, долговечный, надежный. Именно так можно описать этот продукт производства. Кажется, что его делают просто. Взяли глину, слепили форму, обожгли и готово. Но на самом деле процесс производства кирпича – это сложный и длительный процесс. Все начинается с главного ингредиента – глины. Ее добывают в карьерах, но просто взять и сразу пустить в работу такой материал нельзя. Сначала глина проходит очистку от камней и примесей, потом попадает в специальные мельницы, где измельчается до однородного состояния. И уже после этого в глину добавляют песок и воду, добиваясь нужной пластичности. Теперь переходим непосредственно к производству. Огромные экструдеры под высоким давлением выдавливают длинные глиняные ленты, которые тут же нарезаются на ровные кирпичные блоки. Важно, что вся эта линия работает без остановки, постоянно формируя будущие кирпичи с точностью до доли миллиметра. Но просто слепить форму недостаточно. Если сразу отправить кирпичи в печь, они потрескаются, поэтому сначала их сушат. Лучше всего вместо медленной естественной сушки использовать специальные камеры, где тепло распределяется равномерно. Кирпичи при таком методе не просто сушатся, а проходят четко рассчитанные циклы нагрева и охлаждения. Это позволяет убрать всю лишнюю влагу и подготовить их к обжигу. А теперь кульминация. Обжиг в туннельной печи. Представьте себе огромный тоннель длиной в сотни метров. Внутри печи идеальный баланс температуры, кислорода и времени обжига. Благодаря этому кирпич приобретает свою прочность, а цвет становится ровным и насыщенным. В итоге мы получаем идеальные кирпичи. Прочные, долговечные и готовые к строительству.